В эфире новости Дагестан, в студии Лориана Шамхалаева. Здравствуйте! И в начале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Кто виноват и что делать? Проблемы качественного энергоснабжения региона обсудили сегодня в зале заседания Народного Собрания. Подробности через минуту. Безопасность детей превыше всего. В Дагестане стартовала неделя по профилактике детского травматизма на дорогах. Дорогая, дорогой! И так 50 лет. Супруги Дибир Магомедова из Гунипского района указом президента награждены медалью Ордена Родительской Славы. Уверенная победа и вторая строчка в турнирной таблице. Махачкалинская «Динамо» одержала верх над Владикавказской Аланией со счетом 3-0. Вопрос обеспечения бесперебойного электроснабжения в республике давно стоит остро. С приближением сезона холодов эта проблема не на шутку тревожит дагестанское общество. Все чаще звучат вопросы, кто виноват и что делать. Найти хоть какие-то ответы на них попытались и участники круглого стола, который прошел в зале сессии Народного Собрания. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Вопрос, что делать, на заседании звучал чаще, чем кто виноват. Более того, спикер парламента сразу задал тон общему обсуждению. Завра Скиндеров считает, что пора искать пути решения проблемы, а не нагнетать ситуацию постоянным недовольством. Давайте мы здесь не в обвинитель, а мы сейчас проговорим. Есть проблемы, проблему надо решать, проблему острый, поэтому мы и собрались. Мы не ищем виноваты, мы ищем, что делать. Приглашенные на встречу представители компании Россети, Минэнерго и курирующий сферу вице-премьер Манвел Мажон содержали ответ перед депутатами, общественниками и журналистами. Впрочем, ничего нового в их докладах мы так и не услышали. Низкая оплатежная дисциплина, бесхозные сети и миллиардные долги – это три кита, на которых всегда строится защита ресурсоснабжающих организаций. И на сей раз было точно так же. На мой взгляд, что нам необходимо, точно необходимо, конечно же, улучшение платежной дисциплины. Мы сейчас говорим о разных категориях. Коллеги, вот чтобы вы понимали, кроме населения, за которое несет персональная ответственность компания, кроме населения, еще есть другие категории потребителей. Это и федеральный, региональный, местный бюджет, это и бизнес, прочие потребители. То есть мы реально недополучаем огромную сумму денег. А я вам скажу, что Дагестан должен компании, Дагестан должен компании, 20 миллиардов рублей. Это большой долг. То есть не то, что мы Дагестан должен компании, то есть мы эти деньги тоже должны генерации. В докладе же курирующего вице-примера все по классике. Сухая статистика, обилие цифр, изобилие, сложно сочиненных и трудных для восприятия рядового обывателя предложений о тяжелой ситуации и о планах на будущее. При этом Мажонц в курсе чаяний и нужд населения, понимая, вопросы нужно решать. Более того, оказывается, это надо было делать еще вчера, а не сегодня. Но на все нужны деньги. Мы вынуждены и доказываем федеральному центру, что сейчас нужно помочь срочно, нужно Дагестану помочь, выделить денежные средства, чтобы тот за год и сформировавшийся объем проблем, чтобы его единоразово за пару-тройку лет решить. А дальше, конечно, надо все равно формировать источники за счет тарифов во всех регионах, которые происходят. Далее были вопросы из зала. Где-то острые, где-то компромиссные. В общем, диалог состоялся. Но в какие сроки энергетическая сфера перейдет и состояние турбулентности в штатный режим – вопрос все еще открытый. Говорить о надежности сети сегодня не приходится. Остается надеяться, что предстоящая зима будет теплой. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В республике стартовала неделя безопасности дорожного движения по проблеме детского травматизма на дорогах. Госавтоинспекция совместно с Министерством просвещения России проводит ее ежегодно в первый месяц учебного года, когда количество школьников на дороге увеличено и риск ДТП с их участием повышен. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения на территории города планируется проведение мероприятий, направленных на понижение аварийности и травмоопасности на дорогах. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с призывом быть бдительными, аккуратными и взаимно вежливыми. Не только в рамках этой недели, но и каждый день. На данный момент уже проводятся онлайн-уроки по безопасности, лекции в образовательных учреждениях и Всероссийская олимпиада для школьников. Мероприятия будут проходить до 22 сентября. В них примут участие деятели культуры и спортсмены, представители общественных, молодежных и волонтерских организаций. Между тем, макеты шагающих школьников появились у Махачкалинской школы номер 33. Депутаты Кировского района стали инициаторами проекта и лично выбрали локацию пешеходного перехода на улице Магомеда Гаджиева. По задумке, водители должны заранее сбавлять скорость и предоставить преимущество в движении пешеходам. Надеемся, что муляжи детей в школьной форме будут напоминать водителям о необходимости заблаговременно снижать скорость и быть предельно внимательными в тех местах, где на проезжей части могут оказаться дети. Кроме того, такие объекты также станут напоминанием нашим школьникам о необходимости соблюдения правил пешеходного перехода. Мы просим жителей бережно относиться к муляжам. Как показывает практика, аварийность в местах установки объектов привлечения внимания снижается до минимума. Местные жители и педагогический коллектив школы поблагодарили депутатов за оказанное внимание и выразили уверенность, что появление таких знаков действительно снизит аварийность на дорогах. Медали Ордена Родительской Славы удостоена семья Дибир Магомедовых из селения Агада Гунимского района. Указ президента России о присвоении этой награды уже подписан. В чем же секрет счастья семьи, в которой воспитали пятерых детей, узнавала Тамара Самедова. Игра на Пандурии, интересные рассказы и добродушные улыбки. Так, семья Дибир Магомедовых встречает новость о том, что они удостоены Ордена Родительской Славы. Правда, торжественная церемония награждения еще впереди. Но они решили отпраздновать это важное событие в кругу близких. Свалилось на нас это счастье. Нас наградили медалью Ордена Родительская Слава. Наш президент заметил, заметил нас, педагогов, нашу семью, за что ему большое спасибо. Магомед Дибир Магомедов вспоминает, что он был единственным ребенком у родителей и с детства мечтал о большой семье. Поэтому свою супругу Патимат, которая подарила ему пятерых детей, он называет ласковой хирией, что в переводе саварского означает «дорогая». Когда я видел большие семьи, толпы, братья и сестер, мне было завидно. Я, конечно, мечтал о большой дружной семье. Ну, в этом помогла Патимат, и у нас это получилось. Жалко, что только пятерых, это перемены в обществе, девяностое нам помешали. Я счастлив, очень, очень счастлив. Хорошие дети, хороший муж. Я как королева живу. Магомед и Патимат гордятся своими детьми. Четверо из них выбрали профессию учителя, а пятый получил медицинское образование и также решил связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Про детей. Их пятеро, три сына и две дочери. Пока было четверо педагогов, а пятый выпускник медакадемии, главный врач ГУНИПского Роспотребнадзора, межрайонного, вдруг сменил профессию, выучился на учителя русского языка. Получается уже полная семья педагогов, да? Все пять родителей. Старший сыновей Шамиль признается, что изначально не планировал стать учителем и мечтал о юридической карьере. Однако его привязанность к родным местам взяла вверх. Изначально с детства у меня мечта была в плане юридическом направлении. Отучился, получил юридическое образование, даже практиковался, хотел адвокатуру себя посетить. Потом тяга к селу, к родному краю и тому ремеслу, которым занимались мои предки, это более стало для меня важным и переквалифицировался, уже стал учителем. И ни одного дня об этом не жалею. Это самая гуманная, хорошая профессия, нежели чем другие. Старшая из дочерей маржинат рассказывает, что со второго класса решила стать педагогом. Для нее примером послужили бабушка и дедушка, которые привили ей любовь к литературе. Нас, можно сказать, воспитывали бабушка с дедушкой вместе с родителями. Они жили с нами и они были нашими кумирами. Любовь к художественной литературе у меня как раз от дедушки. Каким-то волшебным образом рассказывала какой-то рассказ, начало, а потом уже хотела самой читать. И мечта быть учительницей, учителем у меня была со второго класса. В школе дразнили маленькая учительница. Наверное, это была судьба, потому что я закончила финансовую технику, но, тем не менее, пришла сюда же, в родную школу. Совсем скоро супруги Дибир Магомедовы будут отмечать юбилей – 50 лет совместной жизни. Главным секретом их семейного счастья, как считают они сами, это взаимопонимание, терпение и бережное отношение друг к другу. У нас в этом году исполняется юбилей, да, 50 лет совместной жизни. Иногда злится на меня. Ты совсем распустился. В это время я беру пандур или мандолину. Играю весь в свадебный марш, она быстро успокаивается. Тамара Сымедова, Магомед Богомедов, новости ННТ, Гунипский район. В городах и районах республики в честь месяца Рабиуль-Авваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему, по традиции проходят духовно-просветительские мероприятия. Так, в одном из дворов многоквартирного дома из Бирбаша состоялось красочное мероприятие, на которое были приглашены ученые-богословы и исполнители нашидов. Организаторы устроили розыгрыши и викторины с подарками, а также угостили всех желающих горячим чаем. Мы сегодня это мероприятие сделали для чего? Чтобы мы, ну, хоть немного вспомнили о нем. Чтобы мы задумались, интересно, моя семья и я сам. Что мы знаем о пророке, саллиллаху алейкумсаляму? Какая у нас информация? В нашей семье вообще как часто мы говорим о нем? Вот для чего мы собрались. Чтобы это мероприятие было напоминанием. Раньше тоже было о таких мероприятиях. Все понравилось. Очень даже понравилось. Так хорошо. Иншаллах, если тоже будет, наверное. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» вышли на вторую строчку в турнирной таблице первой лиги. Клуб из Махачкалы добился крупной победы в центральном матче 10-го тура. Дома на Анжи-Арене «Белоголубые» принимали лидера Владикавказскую Аланию. В воротах гостей побывало три мяча. Динамовцы открыли счет уже на второй минуте усилиями защитника Владимира Ковачевича. Еще один мяч хозяева забили спустя 18 минут. На этот раз отличился форвард Сердер Сердеров. Разгром северо-осетинского коллектива довершил на 67-й минуте еще один нападающий «Динамо» Эгаш Кассентура. Победа позволила «Динамо» подняться в турнирной таблице на второе место и сократить отставание от Алании на два очка. Вольник Ахмед Усманов принес сборной России первое золото чемпионата мира в Белграде. В финале категории до 79 килограммов Хасавюртовец взял верх над представителем Грузии Владимиром Гамкрелидзе. А перед этим он был сильнее соперников из Ирана, Македонии, Индии и Азербайджана. В шаге от золота в весе до 92 килограммов остановился Осман Нурмагомедов, уступивший борцу из Казахстана. Вчерашний день принес болельщикам немало сенсаций, главное из которых не выход в финал Абдурашида Садулаева. Из-за травмы в схватке с воспитанником своей же спортшколы Ахмедом Тажудиновым олимпийский чемпион снялся с поединка. Перед этим 20-летний легионер сборной Бахрейна разгромил другого фаворита Кайла Снайдера из США. В финале Тажудинов сойдется с земляком Магомедханом Магомедовым из Азербайджана. Итоги чемпионата мира среди мужчин подведут уже ночью. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шемхалаева. Следите за новостями также в наших социальных сетях. Всего вам наилучшего и до скорой встречи в эфире.